МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прагматичные, рациональные, дисциплинированные, требовательные к себе и к окружающим. В Самарской области, по данным Всероссийской переписи, проживает более трех тысяч немцев. Активно заселять Волжские берега выходцы из Европы начали во времена правления Екатерины II, которая сама по национальности была немкой. В 1762 году она издала манифест о переселении иностранцев малообжитые районы России. На территорию нынешней Самарской области приехали в основном немцы. Сначала приехала молодежь, легкая на руку, погрузила все, что могла, в повозки и приехала сюда напрямую. Чуть попозже посмотрели, как обживается молодежь, приехали уже зажитчные, возрастные немцы. Первоначально постройки в немецких колониях были деревянными. Позднее, с развитием кирпичных заводов, дома стали строить из кирпича. А вот традиционно немецкий дом возводится в фахверковом стиле. В переводе с немецкого «фахверк» означает «сооружение из ячеек». Такой дом имеет каркасную конструкцию. Если вы смотрели снаружи доски, да, те же самые доски внутри. Вот посмотрите, горизонтальные, вертикальные и по диагонали. Все это сбивается между собой, внешние доски и внутренние. И в пустоту, образовавшуюся между ними, засыпается все, что осталось от строя. Битотерпич, щебень, солома, опилки, песок. Глины хорошо промазываются, как связывающее звено, и сверху просто белится. Поэтому этот дом по своей себестоимости очень дешевый. Но у него еще есть два плюса. Летом в нем прохладно, а зимой в нем тепло. Визитная карточка немецких домов «Черепичная крыша». И эту специально привезли из Калининграда, бывшего Кёнигсберга. Она играет на солнце, она настоящая черепица глинина, не металлочерепица. Очень хорошая, все обращают на нее внимание. В первую очередь немцы ценят удобство, комфорт и практичность. Поэтому в доме все продумано до мелочей. Даже оконные рамы приобрели свой оригинальный облик не просто так. Немцы – народ очень прагматичный, экономный. И производство стекла вообще очень дорогое производство. И чтобы не покупать большое стекло, дорого не платить, они покупают вот это отходы. Из отходов вот эти сделаны квадратики. И не дай бог, если разобьется, в целом опять большое не покупать, а вот квадратик заменить проще, чем в целом окно. Шторы, вышитые кружевами, располагаются посередине окна. Это тоже не просто так. Хозяйка сквозь них видит, что происходит вокруг дома, кто идет во двор. А с улицы при этом не видно обитателей и убранства дома. Одним из главных понятий, определяющих жизнь немца, является порядок. Немецкая педантичность – желание досконально организовать и упорядочить все стороны жизни. Даже печь в немецком доме должна быть удобной и функциональной. Отличается от русской печки сразу. Видите, какая она высокая. Нету палати, негде полежать, погреться. Все, они сказали, нам это не нужно, немцы. Поэтому они немножко ее подняли вверх. Но зато здесь обращаем тоже внимание, что здесь еда подается в приготовлении пищи на металлических салазках, что облегчает значительно женщине труд. Ведь ухват, чугунок – это все очень тяжело. А здесь все на металлических салазках. В данном случае форма для выпечки хлеба. Но тот же самый чугунок она ставит в хозяйку, засыпает ингредиенты, заливает водой и отправляет в печь. Приготовилась еда. Хозяйка выставляет сюда, намармит. Здесь всегда под рукой теплая пища, еда. Пришли гости, неожиданно покушали. Дети проголодались, прибежали, пожалуйста, покушайте. Все постоянно в теплом виде. Это фирменная венская вафельница, 5 сердечек. Она очень тяжелая форма, чугунная такая, массивная. Но это не значит, что женщина ее поднимает. Такую тяжелую по 8 килограмм нет. Это специальная для нее печь на открытом огне. Вот эти пазлы вставляются. Хозяйка завела смесь, закрыла, поражала с одной стороны, нажимает палочкой, она вот на них переворачивается и жарится с другой стороны. Все, вафли готовы. Переселенцы из Германии привезли в Россию такой предмет декоративно-прикладного искусства, как шпрух. Это картины, вышитые крестиком с различными высказываниями, пословицами, поговорками, библейскими цитатами и пожеланиями. Шпруха вбирает в себя религиозные традиции, народную мудрость российских немцев, а также призван охранять и защищать дом. Шпрухи – это по-немецки народное изречение. В данном случае чистая кухня, вкусная еда, как может быть иначе. То есть само собой разумеется, что любая хозяйка, мы судим хозяйку по ее кухне, приготовлению еды, по чистоте на кухне, тарелочке, полы, углы и все прочее. Чистота и порядок у хозяйки во всем доме. Каждый предмет имеет либо функциональное, либо символическое значение. В изголовье у молодой семьи оберег, который здесь выполнен веночек невесты, цветочек жениха, выполненный из бисера. Над кроватью опять очередной шпрух, очень красивый шпрух. Это уже относится к кровати, не семья до старости, до самых седых волос. Иными словами, и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, быть вместе, и только смерть разлучит нас. На кровать никто не должен был садиться в течение дня, так семья защищалась от сглаза. Спальное место имело сакральное значение, а значит и внимание ему уделялось особое. Жена, значит, заправляет, выравнивает, видите, кровать все четко, ровно, чисто, бело. Перед тем, как взбить подушки, она вот этой палочкой, называется бэтшток, палка для выравнивания кровати. Она проводит последний раз вот так штрих, выравнивает все неровности и взбивает подушки, кладет подушечки. Все, кровать до конца дня, неприкасаемо, никто на нее не садится. Мужчина занимался самой тяжелой работой в доме и на участке. На нем, значит, скотина была, мельница, которая приносила доход. Они брали пшеницу, мололи на муку, и это был своеобразный доход, семейный бюджет. И сад, огород, конечно, на нем был. На женщине все домашнее хозяйство. Она пряла пряжу, прялка. Прялка у нас отличается колесом, горизонтальное колесо у нас так находится, а в других домах вертикально. Зиндерская машина, неубиваемые зиндерские машины, да, шьют как шелк, как большие толстые ткани. Кружева немки научились плести у русских женщин. Живут рядом долгими зимними вечерами, перенимают опыт друг у друга. Это производство очень требует терпения, настойчивости, усидчивости. Но и большие деньги платили богатые люди за это. Чтобы женщине было проще заниматься детьми и домашним хозяйством, мужчина всячески помогал. Например, каждый муж делал своей жене индивидуальное коромысло. У каждого жена же разная. Шейка маленькая, худенькая плечи, большие и маленькие. Вот это длина плеч, да, у жены. Это объем шеи. Когда она его одевает вот так, цепляет ведра с водой, они по действиям тяжести вот это коромысло проседает. И в отличие от русского коромысла, не натирает вот эти косточки женщин. То есть здесь все расчет. Тут забота о здоровье жены. Национальный наряд скромный и удобный. Мужчина носил брюки-галифе, их заправляли в сапоги, чтобы не запачкать во время хозяйственных работ. Простая рубаха и жилетка на пуговицах. Кстати, до приезда в Россию немцев пуговицы были только деревянными. Иностранцы же ввели моду на металлические. Немецкие мужчины любили носить шляпы соломенные в жару или фетровые в холода. Женщины-немки носили укороченное платье или юбку, в отличие от русских женщин, надевавших платье в пол. На каждый день у темная юбка фартук. Фартук, мы думаем, все уверены, что это русское слово. На самом деле фартук – это немецкое слово. И произносится по-немецки, она как фортук. В переводе означает передняя часть косынки, которая закрывает платье и юбку от загрязнения. На каждый день была темная блузка, жилеты, косынка. А по выходным вся семья наряжалась, чтобы идти на службу в церковь. Будучи родиной реформации, Германия сохраняет значительное влияние христианства. Среди немцев много католиков и протестантов. В Самарской области в середине XIX века появилась евангелическо-лютеранская община Святого Георга. Дело в том, что один из первых губернаторов Самарского края Константин Карлович Грод был немцем и лютеранином. Его имя навсегда вписано в историю Самары и России в целом. Он выступал за отмену крепостного права. При его непосредственном участии открылись Струковский сад, драмтеатр, Самарская публичная библиотека и многое другое. Константин Грод создал в 1854 году первую евангелическо-лютеранскую общину и возглавил ее. Константин Грод, имея, так скажем, склонность все организовать, структурировать и так далее, объединил тех лютеран, которые на тот момент уже проживали в Самаре, объединил их в общину. В 2024 году исполняется 210 лет со дня рождения Грота и 170 лет со дня основания евангелической лютеранской общины Самары. Верующие по сей день собираются в кирхе на улице Куйбышева. Только в 2003 году в кирхе зазвучал настоящий механический орган. Это второй орган, установленный в Самаре. Первый находится в филармонии. Лютеранство является одним из направлений христианства и исчисляет свою историю с XVI века, со времен реформации католической церкви, начатой Мартином Лютером. Он призвал верующих вернуться к тексту Библии. Самым важным для лютеран, равно как и для всех христиан, является то, что Бог любит людей. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради искупления грехов человека. Любовь Бога, смерть Его и воскресение являются великим даром, который нельзя заслужить, но можно только принять с благодарностью через веру.